В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметалин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день. По традиции напоминаю в начале программы о том, что на сайте хакеров.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира, как программы «Дневной разворот», так и «Особого мнения». Кроме того, есть там специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю «Особого мнения». Хочу начать с обсуждения ситуации с курсом рубля. Только мы что-то слышали сейчас в новостях. Доллар почти 80, евро почти 85. Многие уже специалисты успели заявить о том, что это не кризис, это не провал, это крах, скорее, уже экономики. Согласны с такой позицией? Или так категорично пока еще нельзя судить, на ваш взгляд? Я не готов разделить точку зрения относительно того, что это крах экономики, потому что взаимосвязанность курса рубля и цен на нефть, собственно говоря, это многолетняя данность, с которой мы живем. И называть крахом достаточно логичное развитие ситуации, наверное, неправильно. То, что экономике будет не так легко и не так просто с этим справиться, это несомненно. То, что она в состоянии с этим справиться, я в этом уверен, но при правильных действиях Центробанка и правительства Российской Федерации в целом. Потому что, на мой взгляд, сейчас основная проблема, с которой сталкивается экономика, это отсутствие денег, физическое отсутствие денег. Потому что у нас прекратились в силу внешнеполитической обстановки заимствования за рубежом, у нас снизился курс, соответственно, тот объем денег, который поступает в страну из-за снижения цен на нефть. А Центробанк придерживается политики сдерживания инфляции, что, на мой взгляд, и на взгляд, как раз многих тоже специалистов приводит к тому, что физический объем денежной массы сжался, по-моему, за прошлый год на 13%. Это значит, что денег просто физически мало, соответственно, они недоступны ни бизнесу в виде кредитования, ни населению для увеличения потребления. Поэтому это основная проблема. Об этом говорят многие. Почему Центробанк так себя ведет, ставя инфляцию в угловые угла, когда мы видим, что происходит с ценами в магазинах, и при этом нам говорят об официальной инфляции порядка 12%. 12,5% на конец года состоялось. Да, официально. Но мы же видим, что происходит на самом деле. Но инфляция по части тех же продуктов, она 100% на некоторые крупные товары. Где-то и больше. Поэтому краха экономики не назову, но сложными временами это будет несомненно. Вот, к примеру, глава Министерства финансов Антон Силуанов на прошедшем недавно Гайдаровском форуме заявил, что не исключает повторение дефолта 1998 года. Цитирую дальше его по известиям. Говорит Силуанов, наша задача сейчас привести бюджет в соответствие с новыми реалиями. Если мы этого не сделаем, то произойдет то же самое, что было в 1998-1999 годах. Население заплатит через инфляцию за то, что мы не сделали в рамках приведения бюджета в соответствии с новыми реалиями. Вот я, честно говоря, не совсем понял, что это за приведение в соответствие с новыми реалиями. Ну, я думаю, что в данном случае Минфин говорит о том, что бюджет должен сократить свои обязательства и не допустить дефицита бюджета. Причем, я так понимаю, что речь идет в первую очередь о социальных обязательствах, которые за предыдущие годы было взято на себя достаточно много. Это является... Понятно, 60% бюджета страны. Ну, совокупного бюджета, так скажем. И, на мой взгляд, в первую очередь это касается региональных бюджетов. Региональных и муниципальных. Потому что, если мы говорим о социальных обязательствах, то многие из них, за исключением пенсионных, остальные основные, лежат на региональных и муниципальных бюджетах, которые должны были их выполнять в силу, в том числе, майских указов президента. Поэтому, мне кажется, Филованов говорит об этом. Если же говорить о дефолте, то я, честно говоря, не вижу, опять же, даже возможности дефолта. Потому что дефолт – это прекращение выполнения финансовых обязательств. В данном случае речь идет, скорее всего, о пересмотре как раз обязательств бюджетных перед социальной сферой. Поэтому здесь, проводя аналогию с 1998 годом, мне кажется, Филованов говорит о том, что уровень благосостояния населения упадет примерно так же, как это произошло тогда. Кстати, вопрос о эмиссии денежный у нас ведь не решен, он все еще обсуждается. Так вот, в том-то и дело, что она вообще не производится. То есть денежная масса в экономике сжимается. Но вы выступаете за этот шаг. Я за. За то, чтобы включить печатный станок. Да, так же, как многие видные экономисты, я считаю, что это одна из основных проблем экономики. Потому что, если мы посмотрим на состояние пресловутого малого и среднего бизнеса, то одна из основных его проблем сейчас – это недоступность кредитных ресурсов в принципе. И недоступность финансов в том числе через… Когда мало денег, начинаются проблемы с взаиморасчетами, начинаются проблемы с кредитованием, начинаются проблемы с потреблением. Повторюсь, там, да, Центробанк настаивает на том, что сдерживает инфляцию. Но, на мой взгляд, опять же, в ситуации, когда мы ее видим реальную, лучше было бы получить чуть большую инфляцию, но при этом достаточный объем денег в экономике. Центробанк придерживается другой позиции. Она может завести нас действительно в очень тяжелое положение. Раз уж затронули малый и средний бизнес, в частности, Кировской, можно поподробнее в условиях такого курса рубля, как сейчас чувствует себя предприниматель? Ну, я думаю, что в первую очередь здесь надо говорить не о курсе рубля, потому что для тех, кто занимается бизнесом, связанным с какими-то иностранными поставками, конечно, это усложняет жизнь серьезно. А у нас есть компании в городе, которые закупают? Есть, конечно, несомненно, но я думаю, что большая часть бизнеса сталкивается не столько с проблемами из-за курса рубля, сколько с проблемами с падением потребления ввиду ухудшения благосостояния граждан, потому что уже официально признанно, что реальные доходы россиян сократились. Опять же, те же самые проблемы с кредитованием, о которых я уже говорил, потому что начать новый проект без финансовых источников невозможно. Поэтому основная, большие проблемы бизнесу доставляют не колебания курса рубля, а внутренняя ситуация в экономике, отсутствие денег, и я бы назвал их хаотичное действие органов власти в отношении бизнеса по поводу введения различных видов новых налогов и сборов, по поводу ужесточения, а это реально так происходит, ужесточение деятельности контрольных надзорных органов. Но об этом чуть позже поговорим, пока дробнее, да. Поэтому основные проблемы нашего бизнеса не в колебаниях курса. Но ведь банки, банки это тоже часть бизнеса, и то, что у них не берут кредиты, это тоже не лучшим образом сказывается на общей картине. Несомненно. Это тоже, банки это тоже бизнес, и они тоже находятся не в лучшем положении. Особенно региональные, ну, скажем так, небольшие региональные банки, потому что у них источников финансирования как раз очень мало. Я недавно прочитал достаточно интересную статью в «Эксперте» по поводу экономики. Так вот, там анализировалось, собственно говоря, то, что происходит в последнее время с банками. За прошлый год, насколько я помню, порядка 80 банков были лишены лицензии, ну, то есть прекратили деятельность. И в последнее время все чаще банки лишаются лицензии не из-за сомнительных операций, как было раньше, по отмыванию, по обналичке. Все больше формулировка Центробанка при отзыве лицензии говорит о несоблюдении нормативов. То есть тех отчислений, резервов, которые банки должны делать при выдаче кредитов. Самое интересное, что если бы государство не декапитализировало ВТБ, то формально ВТБ мог бы тоже попасть в такую ситуацию, и у него должна была бы быть отозвана лицензия. Ситуация будет-то сугубляться в банковской смене? Пока из всего, что происходящего, из того, что я вижу, мне кажется, да. Потому что, ну, это же цепная реакция. Не берут кредиты, не развивается производство и бизнес. Не развивается производство и бизнес, там, ухудшается ситуация взаиморасчетами. Ухудшается ситуация взаиморасчетами, банки начинают, так скажем, к ним начинает появляться недоверие какое-то. Опять же, там, начинаются переходы из банка в банк, там, поэтому пока... Что-то такой снежный ком. Да, 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 и пока, к сожалению, я не вижу действий правительства, которые, ну, этот ком начали бы разрушать, а не увеличивать. Хотелось бы еще привести слова уже бывшего министра финансов, я имею в виду Алексея Кудрина. Вот он что заявил по поводу текущей ситуации. Ни помощники президента, ни я не полагали, что будет новый такой большой обвал цен на нефть. Это создало новую реальность. Поэтому пик кризиса, считает, Кудрин еще впереди. То есть от 16-го года, по его словам, ждать нечего, все понятно, все плохо. Надеется он, что все-таки в 17-м году некий рост наметится. Как оценивать такую точку зрения? Ну, я согласен с тем, что в 16-м году не произойдет каких-то позитивных изменений. То, что никто не мог предсказать такое падение цен на нефть, ну, я думаю, что действительно никто не мог. Хотя мне кажется, что когда в 14-м году мы начали вести отличающуюся от прежней внешнюю политику, когда произошла ситуация с Крымом, когда... С Донбассом, Солонар. С Украиной. Было понятно, что Россия начинает втягиваться в ситуацию опять противопоставления западного мира и нашей страны. И, в общем, было... Ну, мне было понятно, что одним из вариантов развития ситуации будет экономическая война. Потому что до войны реальное дело там пока не дошло и, дай бог, не дойдет. Но экономическая война, это война развязана в полной мере. А цены на нефть – это точно такое же оружие в руках западного мира, которое в состоянии им управлять. Которое, по их мнению, и, в общем, пока мы видим результаты этого, может серьезно навредить нашей экономике. То есть искусственно цена на нефть занижалась с помощью всевозможных инструментов и так далее? Ну, я думаю, что да, однозначно. То есть там называть это какой-то реальной, естественной историей нельзя. Это однозначно манипулятивная история, которая используется в собственных целях. Так что вот когда мы начинали занимать такую позицию, я думаю, тогда надо было понимать и прогнозировать, что такое падение цен может произойти. И надо было готовиться к нему. Ну, наши государственные деятели, в том числе Силуанов, тот же Минфим, неоднократно заявляли о том, что эпоха высоких цен на нефть прошла. Просто, очередно, до таких позиций не будет. Надо к этому привыкнуть. Действительно, на ваш взгляд, не вернемся к стоимости сто и более долларов за баррель нефти. Ну, прогнозы в этой сфере дела совершенно неблагодарные. Я думаю, что когда-нибудь вернемся. А вот если вы спросите, когда, я не скажу. Это во-первых. Во-вторых, что касается новой реальности, мне понравился блог Михаила Слободина, он был вывешен на сайте бизнес-новостей, и генеральный директор Билайна. Достаточно пространный большой текст, в котором он говорит, в первую очередь, о том, что это не кризис. Все, ребята, это не кризис, это теперь жизнь такая. И к ней надо адаптироваться и привыкать. И я думаю, что нам действительно придется понять и поверить, что это не кризис 1998 или 2008 годов, когда за 2-3 года все вернулось на круги свои. Я думаю, что в изменившейся экономической ситуации мы будем жить гораздо дольше. Вряд ли она будет столь плохой, как сейчас в отношении цены на нефть, потому что 30 долларов за баррель – это никому не выгодно, на самом деле. То есть это можно краткосрочно потерпеть, что называется, если надо, но это никому не выгодно, потому что страдает не только наша экономика. Кстати, если посмотреть, я тоже как раз вчера, по-моему, читал, целый ряд валют достаточно серьезно девальвировались за прошедший год. Причем не только, например, там, азербайджанский монад, да, который практически на 80% девальвировался за прошлый год. Например, канадский доллар на 20 с небольшим процентом. Австралийский доллар тоже, по-моему, около 20. То есть, в принципе, эпоха высоких цен на нефть и избытка денег в экономике мировой, я имею в виду, когда Федеральная резервная система накачивала, в первую очередь, свою экономику, ну и, соответственно, всю экономику мира. Да, вот эта политика денежного смягчения, которую они реализовали. То есть, большое количество денег в экономике привело к тому, что все жили хорошо. Сейчас, когда сжимается эта ситуация, она сжимается у всех, то есть не только у нас. И это не только страны, которые жили на нефть. Кстати, вот тот же Кудрин связывает начало некого процесса улучшения в 2017 году с тем, что будут смягчены санкции, наложенные в отношении России. Есть у вас такая надежда? Ну, честно говоря, пока оснований для этого я не вижу. Ну и, в первую очередь, надо говорить тогда о финансовых санкциях, потому что санкции по въезду, выезду, по товарам, они, на мой взгляд, не столь экономические, сколько политические. А вот санкции по доступу к рынку капитала, они действительно серьезно сказались. Потому что и предприятия, и банки заимствовали на внешнем рынке достаточно серьезно. Потому что это было выгодно, можно было получить деньги под низкий процент, здесь их будут под более высокие и на этом зарабатывать. Сейчас этих источников нет, и это тоже к той проблеме, о которой мы говорили. Но я не думаю, что эти санкции с нас снимут. Может быть, будут какие-то демонстративные действия на встречу, что типа наши отношения улучшаются, и мы разрешили въезд депутатам Госдумы, которым до этого его запретили. Но вот финансовые санкции, мне кажется, останутся надолго. Я напомню, что это особое мнение, программа «Особое мнение», это особое мнение ведь президента Ветско-Торгово-Промышленной Палаты Андрея Высенко хотелось бы опять перейти или вернуться к ситуации в Кирове, в бизнес-сфере. Как известно, у нас с 1 января вступили в силу налоговые изменения. В частности, введена ежеквартальная отчетность по налогу на доходы физических лиц, мы с налоговиками общались в этой студии, в пятницу, кстати, ежеквартальная отчетность, но при этом ежегодная отчетность, она сохраняется. Серьезные санкции там в случае непроплаты, заморозка счетов, в том числе, на Ваш взгляд, к чему это все приведет, как бизнесмены встретили. Как я уже сказал, вообще, на мой взгляд, достаточно хаотично, как я их назвал, действия государства в отношении бизнеса, в этот непростой период, в общем, ни к чему хорошему это не приведут. Усиление и самой нагрузки, и администрирование всегда приводит к тому, что бизнес начинает искать способы для того, чтобы эту нагрузку уменьшить, либо законной, либо незаконной. Потому что, когда нагрузка начинает, что называется, зашкаливать, то ты должен выбирать либо вообще бизнес закрыть и избавиться от этой нагрузки, либо сделать ее такой, чтобы она тебе не столь мешала. Я понимаю государство с точки зрения его заботы о работниках, собственно говоря, это же действие направлено на что? Будущая пенсия? Ну, это, нет, в данном случае, мне кажется, это действие направлено на то, чтобы мониторить ситуацию с выплатой зарплаты и выплатой НДФЛ в бюджет, чтобы это делать не по итогам года, а по ежеквартальному. Ну, более, да. Более оперативно, надо было смотреть. Ну, смотрите, здесь ведь тоже мы имеем какие прецеденты, ограничащие, порой, с маразмом, на мой взгляд, когда за невыплату зарплаты предприятие штрафуется. И директор, собственно говоря, логично говорит, конечно, зарплату платить или штраф. Конечно, выплаты зарплаты... А суммы штрафов достаточно существенные? Ну, достаточно высокие они, да. То есть, это зарплата ни одного сотрудника, ни не за один месяц. Поэтому, почему государство, опять же, в период высоких цен на нефть не приводило все это в порядок? Налоговую систему, тот же самый налог на кадастровую стоимость, те же самые введения платона. Почему это все надо делать именно сейчас, когда бизнес и так, в общем, не очень хорошо дышит? Ну, вот это говорит о дальновидности политика нашего правительства. Когда все хорошо, живем хорошо, и думать ни о чем не надо, нефть продаем, там денег хватает, все живем. Как плохо стало, надо прижимать те источники, которые есть. То есть, вы считаете, что это мнение звучит, продолжает звучать, что надо замораживать, откладывать введения неких мер? Я считаю, что в кризисный период создавать дополнительную нагрузку на бизнес, это совершенно нелогично. Да, необходимо следить за выплатой заработной платы и перечислением налогов. Но мы об этом говорим много и постоянно. У нас огромный пласт неучтенной, так скажем, серой экономики. Ее же не касается вот эта там вежеквартальная отчетность. Вот с ней надо заниматься. Там огромный объем тех налогов, которые надо получать. У нас на белый добросовестный бизнес возлагать дополнительную нагрузку и обязательства сейчас, это неправильно. Потому что это может просто закончиться тем, что этот бизнес будет прекращен. Ну и что, в итоге ситуация с выплатой зарплаты улучшится? С введением ежеквартальных отчетностей по НДФЛ. Я думаю, что здесь больше государство беспокоится не за зарплату, а за НДФЛ, за сам. Потому что государство хочет мониторить, насколько полноценный его перечисленный бюджет. Не знаю, я считаю, что это совершенно несистемный подход и мониторить надо не так. Надо создавать условия для того, чтобы бизнесу было удобно и комфортно платить налоги. С чего начать? В первую очередь. Я давно говорю, надо начать с работы с серой экономикой. С серыми зарплатами, с серой экономикой, с теневым бизнесом. Потому что по разным оценкам, в разных сферах, где-то до 100% может доходить объем теневого бизнеса. То есть какая-то отдельная сфера, да? Возьмите те же самые отделочные работы. Огромное количество различных компаний, которые этим занимаются. Причем там ведь очень большой объем ручного труда. То есть в структуре себестоимости большой объем – это оплата труда. И что там, платятся налоги? Вспомните любое. Я даже когда с государственными чиновниками, что называется, разговариваю и спрошу их, а вы когда последний раз ремонт делали, как расплачивались? У всех сразу там… То есть рук в руки? Воспоминания о том, когда без договоров, без всего. То есть есть такие сферы, где практически до 100%. А вы в рамках торгово-промышленной палочки пытались диалог-то устроить с этими теневиками? Ну, в рамках ТПП непосредственно с теневиками мы диалог не выстраивали, потому что мы работаем с легальными предпринимателями, добросовестными. Но по этой теме мы ведем там диалог с госорганами очень давно. Одна из основных проблем, которая препятствует решению этого вопроса, это то, что федеральные структуры, которые имеют полномочия и компетенции этим заниматься, не имеют к этому мотивации. А те, у кого есть мотивация, то есть муниципальные и региональные власти, которым надо наполнять свои бюджеты, не имеют особых полномочий. Есть примеры того, что удается сделать. И есть примеры взаимодействия, сотрудничества. Но это не системно. Мы говорим о том, что это должно быть системной работой. Заниматься бизнесом в серую должно стать неприемлемым в обществе. У нас это нормально. Тут еще и смена мировоззрения нужна, что в общем-то не быстро происходит. Несомненно. Ну, смотрите, я уже как-то говорил об этом публично. Например, это касается сферы смены мировоззрения. Вспомните, когда у нас там открывается школа или детсад. Что происходит? На открытии красиво выступают первые лица. Первые лица области и города открывают этот объект и говорят о том, что мы его построили для людей. Я на заседании общественного совета налоговой, когда присутствовал ГФИ наш и министр финансов, я сказал, вы пригласите туда пару налогоплательщиков. И скажите, что мы благодаря тому, что эти предприниматели заплатили деньги, заплатили налоги в бюджет, мы благодаря этому построили для вас детский сад или школу. Начинайте создавать вот это понимание того, куда уходят, собственно говоря, налоговые деньги. Я это предложил официально, но надеюсь, что может быть услышат. Это когда предложили? Это было в декабре. В декабре. Да, это было в декабре на заседании общественного совета. Будет понятно, вот люди заплатили налоги, власть выполнила свою функцию, распределив эти налоги таким образом, как она должна это делать. А не власть просто взяла и за свои деньги построила нам детский сад. Так что, ну, не быстрые процессы, но я надеюсь, что они все-таки будут идти. Кстати, по поводу налоговых каникул, которые начали действовать у нас 1 января, опять-таки, налоговая наша служба отчиталась о том, что порядка 160 уже заявлений с начала года на упрощенную систему, либо патент, да, и нулевая ставка. Да, я читал это. И меня удивило просто, 10 дней новогодних праздников было, и, получается, за 5 дней, что ли? Я читал, я идут... 160 заявлений. Не понял, 160 всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировалось? Или именно кто подпадает под налоговое каникул? Я тоже не допонял. У меня такое ощущение, что это всего зарегистрировалось, потому что, вы же помните, мы обсуждали уже, насколько узким является... Куда можно заниматься, да, где можно заниматься. Год налоговых каникул, там всего три направления деятельности, производственные, социальные, инновационные бизнесы, да, и ограничения по объемам этого бизнеса. Если 160 зарегистрировалось в этих трех направлениях, мне интересно, сколько всего тогда зарегистрировалось, потому что это должна быть очень большая цифра. Мне кажется, что все-таки 160 – это всего зарегистрировавшихся ИП. Ну, слушайте, так оптимистично, да, за неделю 160 и посчитать, сколько дней в году у нас десятки тысяч должен счет идти. Ну, хотелось бы, чтобы эта динамика, что называется, там сохранилась, но все-таки мне кажется, что это не по... не все подпадут под налоговой льготой. Это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Овецко-торгово-промышленной палаты. Прервемся на небольшую рекламу и продолжим. Продолжается особое мнение сегодня, это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента Овецко-торгово-промышленной палаты. У нас еще есть темы, неосвещенные. И вот тема, которая продолжает быть в топе, что называется, новостей. Определенная часть россиян, я имею в виду, продолжает обсуждать заявление главы Чечни, Рамзана Кадырова, который назвал представителей несистемной оппозиции врагами народа и предателями. Как вы оцениваете это заявление? Ну, я, честно говоря, после того, как сложил полномочия все-таки хоре общественной палаты, телевизор вообще прекратил смотреть, а и так ты его не особо смотрел. Это можно не из телевизора узнать. Я о том, что я как-то стал меньше интересоваться какими-то глобальными масштабами стран. Которые сталкивают разные слои. Да, да. То есть я экономические новости читаю, понятно, в силу специфики деятельности, что-то еще для себя, но вот о таких вещах стараюсь читать меньше. Ну, я, честно говоря, какой-то определенной такой позиции здесь не имею, потому что, мне кажется, само наличие возможности у сторон высказываться уже хорошо, что называется. Если бы наша страна была такой, какой ее пытаются там иногда представить, то, наверное, и возможности для такого диалога не было. Ну, Рамзан Ахматовичу в данном случае ведь вменяют то, что он все-таки должностное лицо. Глава субъекта Российской Федерации. Вроде не надо бы такое заявлять. Воздерживаться, может, в связи с своей должностью. Ну, возможно, государственные деятели должны вести себя несколько, так скажем, спокойнее, да, то есть и понимать, что за их словами там всегда внимательно наблюдают и всегда будут искать в них какой-то смысл, который может быть и не было бы. Но, опять же, надо понимать специфику эмоциональности, что называется, да, мы знаем, что достаточно эмоциональные люди, и поэтому, ну, не знаю, я, в общем, как бы в этой полемике не вижу чего-либо угрожающего, ну, страшного. Ну, есть позиции одного человека, есть там позиции людей, которые с ним не согласны. Пока это не превращается в действие, пока государственный чиновник не начинает себя вести таким образом, не предпринимать какие-то действия, на мой взгляд, полемика может присутствовать. И в том числе таким образом происходит ведь и, собственно говоря, выстраивание в обществе договоренности о понимании каких-то вещей. Как раз вот, когда ведется такая дискуссия... Враг народа и предатель у нас выводит как устоявшиеся в обществе мнение о значении этих слов. Ну, не соглашусь с вами. Серьезное прошлое... Вот именно из-за этого серьезного прошлого... Негативное все-таки. Вот термин враг народа у нас, он каждому воспринимается по-своему, и каждый по-своему видит рамки того, кого можно включить в этот термин. Поэтому сейчас как раз идет вот эта полемика о том, а как же общество считает, что допустимо, что недопустимо. Может быть, это сделано неким провокационным образом, и это не самое правильное поведение для государственного деятеля, но, в общем, пока в самой полемике чего-то не есть, ну, как бы чего-то сверхъестественного я не вижу. Давайте еще к вопросам экономики вернемся. Хочу обсудить несколько инициатив Министерства промышленности и торговли. Это ведомство предложило отменить запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах, в санаториях, на рынках, в киосках, то есть в варьках, а также легализовать продажу спиртного через интернет. То есть, на попятном поте, в течение последних лет мы так откинулись, обещали, сужали количество мест, где можно спиртным торговать, а вот теперь Минпромторг предлагает все вернуть обратно. Далее цитируют уже известие, по мнению чиновников этого Министерства, государственное регулирование в сфере оборота алкоголя вносит хаотичный, запрещающий характер, про хаус-то говорили, да, уже, и не нацелено на реальные проблемы. Итогом этих мер, инициалкогольных, стало усугубленное положение на рынке розничной торговли, поскольку алкоголь является товаром-драйвером, который составляет около 40% оборота малого торгового бизнеса. Ну, вот эти 40% примерно из раза в раз именно такая цифра и звучит, она соответствует, да, реальности? Ну, я думаю, что да, по небольшим торговым точкам вполне. Ну, что я могу сказать? Я рад, что собственные оценки деятельности правительства совпадают с моим термином хаотичности. В общем, наверное, в полной мере соответствует тому, что происходит. Ну, давайте будем откровенны. Правительство не должно так себя вести. Правительство большой страны так себя вести, конечно, не должно. Самое большое. Самое большое по территории. Когда сегодня отменяем, завтра разрешаем, послезавтра запрещаем, как вести бизнес в этой ситуации? Я напомню, ведь в протяжении уже многих лет главная просьба и даже требование бизнеса к власти – это стабильность. Стабильность с точки зрения правил игры. Вот давайте, бизнес все время говорит, давайте договоримся. Вот налоги, вот правила, вот ограничения. И пусть пять лет ничего не меняется, чтобы мы могли работать в понятных нам условиях. Почему именно пять лет? Ну, я для примера. Ведь вспомните, в прошлогоднем послании Федеральному собранию год назад президент страны сказал как раз то, чего бизнес там очень долго ждал, что четыре года правила игры меняться не будут. К сожалению, как и в отношении целого ряда других высказываний президента, не исполняется, что называется. Потому что правила игры начали менять практически не на следующий день, но через месяц после того, как сказал об этом президент. А это главное требование бизнеса. Дайте понятные правила игры, по которым мы сможем в какой-то период времени существовать. И здесь также, то есть два года назад запретили, бизнес вынужден был закрыться, перепрофилироваться, измениться, что-то еще. Сейчас разрешили. А, кстати, вот на конкретных примерах, вы же владеете информацией, когда эти антиалкогольные, антитабачные меры вступили в силу, многие смогли переориентироваться? Или все-таки большинство закрылись? Большинство, конечно, прекратили деятельность. Либо, ну, то есть если это было там арендованное помещение, там сменялся арендатор, либо начали его давать в аренду под другие цели, то есть заменить сигареты и алкоголь, которые действительно составляют большую долю в розничных продажах какими-то там товарами, которые им смогут компенсировать, это нереально, потому что эти товары и так продаются, невозможно что-то совершенно новое взять и поставить на полку. Поэтому в основном это, конечно, приводило к прекращению деятельности бизнеса. В том случае, если не хватало там объема продаж и остальных товаров. Сейчас разрешить, ну, у меня один вопрос. А где гарантия того, что через год, через два, опять не запретят? Что касается интернета... Ну, может, судьба такая. Разрешат запретят, разрешат смириться с этим. Что касается интернета, несомненно, я считаю, что надо регулировать эту сферу. Запрещать торговлю в интернете, ну, это все равно, что там, не знаю, давайте запретим наступление земли. Ну, то есть, раз есть спрос, значит, надо... Это естественный процесс. Торговля вся перемещается постепенно в интернет. Пытаться что-то там запретить, ну, это значит заведомо лукавить и признавать, что мы просто будем лицемерить и говорить о том, что этого нет. Это надо нормально, правильно регулировать. Но только тоже там не хаотично, если хотелось бы достаточно системы. Вот еще в продолжении темы вредных привычек. Министерство культуры, в свою очередь, предложило направлять часть денег от продажи алкоголя и сигаретки в качестве акцизов на финансирование сферы культуры. По оценкам министерства, если 50% отчислений от акцизов на табак и алкоголь направлять именно в культурную сферу, то речь может идти о сумме порядка 260 миллиардов рублей дополнительных финансовых средств ежегодно. Вот как там сама схема? Пусть люди курят и пьют, но мы будем культуру свою развивать. Ну, здесь я, может быть, не слово в слово, но процитирую нашего губернатора. Если предлагаете кому-то прибавить, скажите, у кого убавить. Потому что инициатива, может быть, интересная с точки зрения повышения объема финансирования культуры. Но мы же понимаем, что эти деньги у кого-то будут забраны. У образования, у медицины, у национальной обороны. Поэтому, когда появляются инициативы «давайте дадим кому-то денег», в отношении бюджета это всегда история «давайте от кого-то заберем». Поэтому, если министерство культуры скажет, у кого они предлагают забрать, тогда я готов поддержать или не поддержать эту инициативу, а пока просто говорить о том, что «давайте часть акцизов передадим учреждениям культур». Я не готов не согласиться, не спорить, потому что культуру, несомненно, надо финансировать, но это не значит, что не надо финансировать образование. Кстати, вспомнилось мне, вы упомянули про прошлогоднее, послание президента Федеральному собранию в 2014 году. У меня тут на днях, у меня диссонанс возник, что называется, в последнем, в конце 2015 года, в послании Федеральному собранию Путин заявил о том, в частности, что нужно увеличить объемы дорожного строительства в стране. Простите, увеличить вдвое даже. И буквально на днях появляется новость от Росавтодора, господина Старовой, который говорит, что денег нет, мы в этом году новых дорог не будем строить. Вот это вот вообще как? Президент говорит, давайте, надо, а тут денег нет, ничего не будем строить. Так, Владимир, я вам уже сказал, что если взять несколько последних посланий президента, то мы обнаружим целую массу его слов и его поручений, которые по факту не выполнены. Кризис государственного управления на уровне правительства Российской Федерации, я думаю, достаточно такой серьезный уже, потому что даже официальная статистика об исполнении поручений президента говорит о том, что ни один, ни два процента не выполняется, а гораздо больше. Поэтому то, что не предпринимается никаких действий в этом отношении, конечно, вызывает массу вопросов. Потому что я читал, опять же, ссылаясь на эксперт материалы людей, которые выступают, они говорят о том, что сейчас основная задача нашей страны – это сильную внешнюю политику, она реально сильная, достойная, поддержать грамотную экономическую внутреннюю политику. – Пока внешняя политика серьезно превосходит внутреннюю. – Вплоть до шутки о том, что Шойгу и Лаврова надо поставить на Минфин и на эконом развитие. – Тогда все будет хорошо. – Может быть, тогда изменится ситуация внутри. – Безусловно, согласен с вами, не может так голова, что называется, болтаться. Все-таки ноги-то должны быть, да? – К сожалению, да. – Само тело. – Спасибо. Завершается время программы «Особое мнение». Это «Особое мнение» Андрея Висенко, вице-президент Советской торгово-промышленной палаты. Всего доброго. – Спасибо. – До свидания.